Это вот такая и есть Россия. Не потому что Путин что-то пообещал и не сделал, а потому что такие мы. Кушайте, не обляпайтесь. И мы гордимся тем, что мы такие. Ну зачем нам деньги тратить на вооружение? Это детский ракетный комплекс и стреляет он вот такими ракетами. Если ты ни на кого не нападаешь, на тебя не нападут. Почему не смущаешься, что восстанавливается памятник Рософобу, который ненавидовал Россию и мечтал сравнивать ее с землей? Красивые девочки города Донецка, они очень положительно ко мне настроены. Всех к этому призываю. Привіт, друзья! Меня зовут Елена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий огляд и выпуск, присвяченый російськой пропаганде, их кринжатине и, естественно, всему тому, что они набрехали про нас, про свет и про себя. Для того, чтобы ничего не пропустить, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну и, естественно, прежде чем мы начнем, не забывайте, так-так, авансом, но лишите нам вподобайку. А это асы сочинских парковок. Запарковаться так только может профессионал. Посмотрите на это. Просто шедеврально. Значит так, Молдова должна быть сама по себе, держать нейтралитет, никаких войн. Это маленькое государство, должно быть... Так у нас нет войны в России? Не надо, у нас все скрыто. Что именно? Вооружение, танки закупают, оружие закупают. На границе идет война, это для защиты. Слушайте, от кого нам защищаться, кто на нас нападать будет? Мы мирные люди. Небогатые. Ради Бога. Кому мы нужны? Причин для войны нету, и Приднестровский вопрос не урегулирован. Слушайте, не морочите голову с Приднестровским конфликтом. Там люди такие же мирные, и им война не нужна. Они ни на кого никогда не нападали. На них нападали, да. Скажите, а вооружение в принципе в Молдове должно быть все-таки для какой-либо... Нет, нет, нет. Ну армия же в Молдове есть? Когда висит на стене ружье, она всегда выстрелит. Зачем? Ну зачем нам деньги тратить на вооружение? Если ты ни на кого не нападаешь, на тебя не нападут. Да, друзья, это детский ракетный комплекс, и стреляет он вот такими ракетами. Мягкие снаряды в количестве трех штук. Заряжаются и стреляют. Заряжаются. Установлены красивые световые эффекты. Амортизация подвески спереди, сзади. Колеса резина Evo. Установлен полный привод на четыре колеса. Открываем двери, попадаем в салон. Подсветка панели приборов, магнитофон с индикатором заряда, разъемом USB и функцией Bluetooth. Руль и педаль газа. Спереди небольшой грузовой отсек. Управлять также можно с пульта для родителей. Скорость модели до 5 км в час. Нагрузка 35 кг. Продолжение следует... Росеяны брешут рівно стільки разів, скільки відкривають рота. И это истина не то, яку мы вивчили за останні два роки повномасштабної війни. Ні, мы это знаем набагато довше. С 2014 года они вправно используют слово, подтасовку фактов и псов против нас. Хоча почати с историей с распятым хлопчиком. Тож нині вони просто виходять на новий рівень. Хоча і деколи вони самі себе компілюють, повторюють і копіпастять. Одним словом, ми кожен день невпинно будемо показувати, як вони зашкварились, як вони набрикали і перекрутили. Для того, щоб знову і знову це збирати у величезну папочку, яка одного дня обов'язково поїде в ГАГу і спрацює проти російської пропаганди. Ось Росія буде така, яка вона є, і именно така Росія, яка вона є, це і є та Росія, яку, як вона говорить, обіщав своєму народу Владимир Путін. І що їм всерьез кажуть, що Владимир Путін тут такий один, а народ совершенно другой, і народ ждет, не дождеться, коли він вже уйдет, щоб, наконец, зажити по-гудковськи. Але вони ж не можуть не розуміти, що це і є та Росія, якою Росія хоче бути. Вони ж не можуть розуміти, що до 24 февраля 2022 року основна частина Росії настаивала, щоб почалося СВО. Кто-то громко, кто-то тихо, кто-то в душе, кто-то в сердце. Але подавляющее большинство наших граждан не могло смиритися з тим, що, як нам тогда казалось, ми на 8 лет бросили наших людей на Донбассі. Це вот така і є Росія. Не потому, що Путін что-то пообіщав і не зробив, а потому, що такі і ми. Кушайте, не обляпайтесь, і ми гордімося тим, що ми такі. У нас сьогодні були тисячі ребят навстрічі. І всім дали заботливу бахилу. Але, як ви бачите, які з них хулигані, і вони з собою не прибралися. Так що, ребят, на будущее намусорил, собрал, викинув в урну. Всех к этому призываю. Губернатор Ростовської області Василий Юрьевич Голубець. А я хотіла запросити, а нікого не смущає, що відстанавливається пам'ятник Русакову, який ненавидив Росію і мечтав справняти її землі? Ми об'язательно вам відповіемо на ваші речі. Це його пряма речі, ознакомці, пожалуй, з того, що він зробився. Я бачила, ніколи, ніколи. А що він зробив для отечества, щоб ви йому ставили пам'ятник? Дорогі друзі, уважаються російські, Михайло Михайлович багато зробив для отечества, тому що він його любив. І його юмор, часто, дуже серйозно. Це о людях, це о рідні. Мені неоднократно приходилося з ним зустрічатися. Звичайно, це було і на Барже, коли він дійсно друзі свої показував, тому що він оцінивав їх реакцію, відповідав на рішення. Але мені показалось, були ще більш інтереси. Чому ми так добре ворюємо? Ворюємо не в смыслі количества жертв, а быстро привыкаємо к війне. Тому що від цієї мирної життя к окопам почти ніяк діапазону. Звичайний долг нашого поколення передати потомкам пам'ять о таких значимих событиях, виспитати в них чувство гордости за Россию, привиди високі нравственні ідеалі. Звичайно, ратним традициям предшественників, сьогоднішні російські війни сражають своєво ім'я мира і справедливості. В составі вооруженних сил і добровольчих формувань, вони відстаивають суверенітет нашого государства, право населення Донбасса захоронити свою історичну ідентичність. Не сомневаюсь, защитники Отечества зроблять все, щоб обезпечити мирну і щастливу життя для наших граждан. Поздравляю всіх з праздником. Желаю здоров'я, благополуччя і успіху в достиженні поставленних цілей. З праздником, дорогі друзі! Дякую за перегляд! Як вони коментують все, що відбувається, диво даєшся, як вони не помічають цієї відмінності. Особисто я давним-давно переконалася, що їхні соціальні мережі треба не тільки вирізати і демонструвати і аналізувати в нашій програмі, а ще, звісно, перекладати і тережувати, показувати це як кунсткамеру на Заході. Одним словом, те, чим найбільше ми були здивовані, шоковані, і здається, кожен раз, що вони не можуть пробити більшого дна, але ми заходимо в соціальні мережі, находимо росіян і розуміємо, ні, в цю гру вони можуть грати безкінечно. Дайте, пожалуйста, йому долюie, хобігавши посилюють здавію. Героя заліюєю. П McGяло Грає Он не угрожал. Вы наиболее понимаете? Он не угрожал. Я тут сидела, я слышала. Он не угрожал. Нет, пожалуйста. Пожалуйста. Что же вы говорите? Нет вообще. Нет, вот крайне надпишись. Легко, я слышал. Псссссссссссс. Хахахахаха. Отгуливайся. Черт, звук. Завернись. Завернись. Идем. Завернись. 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 шел третий день да выкинь ты на**й просто прыгай я сейчас работаю на сладенье, давай, куда дейди иди к ним сюда поржать на**й туда залазил Помощник Друзья, я созвонилась с мамой мальчика, который сейчас оказался в армии И оказывается, ребенок учился в девятом классе Он не закончил девятый класс И его забрали в декабре Сейчас он проходит разные учения на полигоне И в апреле, либо в конце марта Ребенка отправляют на границу Как вам такое? Действия мамы, она сейчас будет думать, что ей делать Как ей вообще быть с этим Если есть у кого какие мысли, что мы можем сделать, пишите Но, естественно, если мама не решится на какие-то такие шаги определенные То, ну, понятное дело, что мы в этой ситуации ничем не сможем помочь мальчишке Причем у мальчишки проблемы с сердцем И не только в этом направлении есть проблемы со здоровьем Зацените мой деревенский лук Курточка В тон С носочками Но самое главное в этом луке Это возможность пахать в садике В прошлом году посмотрела в ютубчике Как сделать из тяхлой елочки Более-менее ничего округлое Слушайте, результат Фактически за год Смотрите какой В этом году уже тоже успела Подрезать чуть-чуть Украинская власть очень жестко с нами вела Ребят, очень жестко она себя вела Она стреляла и по людям, и по нам стреляла И даже стреляла по нашим, по школам, и по убежищам, где люди Ехал танк вот и в школу стрелял Это я вот... Украинский, конечно Сейчас будет тяжело Мы занялись, а все будет тяжело Во-первых, вот это все надо убирать А тоже все равно наладится Правильно? Вы чувствуете себя освобожденным? Чувствую И мы спасибо Пацаны Мы рады Мы сегодня им сказали спасибо И бейте, и гоните, и побыстрее выгоняйте Убирайте Извините, я бандер ненавиден Это твари, которые по мне стреляли Все нормально Банаган Бежал, он 100 метровку не бегал В 10 не бегал, как через футбольное поле Калаши так свистят под ногами по рогам Видно стоит УАЗИ Старый военный УАЗ, 9-й Из него... Еще я скажу, вот это поле они взаменили Они тут ходили, вот это вот все Они тут ходили с Сатурским, но первыми С Сатурским, да Что бы вы сказали, ну не знаю, какого пожелания украинским военнослужащим сейчас? Что бы они сдохли? Сдать оружие, сдать оружие И выйти, если их живыми выпускают Хаюхуля Мы такие Хаюхуля Выснять их в кольцо, но они не сдадутся Там Азову, эти батальоны, они фашисты натуральные, радикалы Как вы встречали-то освободителей? Вы знаете, я ходила вот туда на даче, у нас там гараж Так я хотела видеть, слышу, что где-то ходят А вот, ну, обнять бы родную душу Украина бьет по своим людям Ставят танки под этими подарками Спасибо, мы нас ждали Вот мы и пришли Мне всегда было интересно Чего добиваются люди Которые пишут Неприятные комментарии Под видео и под фото людей Если вы ошибочно полагаете, что вы заденете мою самооценку Ну, спешу вас разочаровать Самооценка — это то, как ты самооцениваешь себя И она не зависит абсолютно ни от каких внешних факторов Самооценка — это то, как ты чувствуешь себя Как ты себя несешь Твои мысли о самом себе И мысли других людей у здорового человека Мысли других людей на это влиять не должны Мысли, чувства и окружающие какие-то факторы Но так, а тем более Мне не будет интересно мнение бомжей за булдых и нищебродов Стальки вот этой вот Обиженных С закрытых страниц С бомжатских вот этих вот страниц Знаете, иногда Вот мечтаю просто Чтобы мне комментарии написала какая-то красивая женщина Вот просто мечтаю Ну, почему-то все девчонки красивые в Донецке Ну, которых я знаю либо прямо, либо косвенно Они ко мне хорошо относятся Соответственно, ну, я к ним так же Вот уважительно и любя Вот почему так происходит Вот красивые девочки города Донецка Они очень положительно ко мне настроены И я так же к ним Не подскажете? А почему я должна как бы, ну, реагировать На кодла ублюдков На кодла шаромых Вот чего вы добиваетесь, я не пойму Вы меня сломать хотите Да, вы дети, вы о чем вообще? Ни у таких не получилось Не получится Вам хочется, чтобы я вам время Уделила в эфире Ну, хорошо, я вам уделила Три минуты Отвечте вам всем Что вы реально куски говна Приятно? И под сам кінець, друзья Звісно ж, напоминаю вам Насколько важно, аби вы не забули Подписаться на YouTube канал Курва нового лайфа И, звісно, оставьте нам в подобайку Для поширення всієї зібраної інформації Для того, аби і інші глядачі І користувачі YouTube В якийсь момент, звісно, який ви сьогодні Відчули підвищення тиску Ну, і, звісно, зміну І покращення настрою Так завжди буває Коли ви дивитесь Наш огляд російської крінджатини Не забувайте Для нас украй важливо Поширювати голос правди Ну, і, звісно, українські наративи Тож, ви і тільки ви Наш глядач можете нам в цьому допомогти Ну, і, звісно, бережіть себе Бережіть Україну До зустрічі! Дякую! Дякую! Дякую!